Журналисты, пожалуй, к этому были не готовы. Главный начальник всего областного спорта и туризма сегодня откровенно признавался в ошибках и провалах. 9 месяцев назад на площади у Белого дома тысячи болельщиков торпеда требовали у губернатора выдать им Борисенко. Господин Борисенко уже должен давно отдыхать где-то не в этом вот доме. Тогда Леонид Анатольевич так и не вышел к толпе. А сегодня признал, что именно он виновен в том, что профессионального торпеда больше нет. Зная тяжелое положение клуба, Борисенко специально уговорил губернатора подписать гарантийное письмо на переход в Первую Лигу. Говорил о своем влиянии, знании футбольной кухни изнутри, обещал найти неких могущественных спонсоров, но не срослось. Значит, к своим ошибкам, к грубым ошибкам отношу и то, что я не сумел убедить руководство, вернее, не так скажу, что я убедил руководство области, что надо идти играть в Первую Лигу. Моя была ошибка. Потому что я, как никто другой, знал наше финансовое положение. В командном спорте Владимирской области теперь на последнем месте в стране. Нет больше у нас ни хоккея, ни футбола. А вот как получилось, что наши легкоатлеты остались без сектора для метаний? Разве нормально, когда чемпионка страны Евгения Тараканова готовится к континентальному первенству во враге за политехом? По колено в сугробах. Главное здание в торпедо-вход, напротив него была площадка. Мы ее расчистили, сделали сектор для метаний. Все сделали. А потом уж как я тут прозевал, ну эту землю отдали. Каким-то частям, которые обещали построить спортивный объект. Уже сколько, пять лет стоит там, кроме забора ничего нет. Это я пролопушил, что я могу сказать. Просто пролопушил. Неудивительно, что в таких условиях все наши именитые спортсмены стремятся при первой же возможности уехать в соседние регионы. Там, где спорт любят и ценят. Вот и на Олимпиаде в Сочи наши звезды, биатлонист Алексей Слепов и конькобежец Дмитрий Лобков будут представлять Москву и Нижний Новгород. А как иначе, если нет у нас ни катка, ни биатлонного стрельбища. А стипендий олимпийцев в 10 раз меньше, чем у соседей. Да, уезжают. Да, мы стипендию платим членам сборной команды 8 тысяч, там платят по 80 тысяч. Ну, сделаем мы не 8, сделаем 28, там сделают 128. Мы никогда их не догоним по деньгам, да и не надо. Леонид Борисенко весьма откровенно прокомментировал и причины провала в сфере туризма. По данным директора департамента, по федеральной программе в наш регион поступает в тысячу раз меньше средств, чем соседям Ярославца. 6 миллионов рублей против 8 миллиардов. По словам Борисенко, вся вина лежит на федеральных чиновниках из министерства. Предележки средств в команду Борисенко просто-напросто выставляют вон из кабинета. Эти миллиарды, которые идут по тому же Ярославлю. Ну, откройте, посмотрите программу. Строительство набережной, инженерные сети. Значит, 3 года назад, когда это только все начиналось, мы ездили в министерство, директора департамента туризма и пытались его убедить. Наш кластер – это город Суздаль. Сам по себе Суздаль – это туристский кластер. В Суздале надо поменять все коммуникации. Нам сказали, да идите вы, это не будет новый объект, поэтому вы нам неинтересны. Учитывая огромное количество провалов, как в спортивной сфере, так и в туристической, журналисты поинтересовались, что все-таки туризм или спорт, ему Борисенко ближе. И тут областной чиновник вновь шокировал. У меня техническое образование. Вы от спорта в далеки авторитет? Абсолютно. Абсолютно. По всей видимости, в связи с предстоящей сменой губернатора, Леонид Борисенко уже приготовился к отставке. А чем иначе объяснить такие откровения? Евгений Локтионов, Александр Можаров, 6 канал.